Дежурная группа Детям не объясняй, они все равно будут ходить не через тот пешеходный переход, особенно зимой. Нам нужно обойти целый дом вокруг, чтобы попасть в эту школу. Сначала люди обратились в ГИБДД, там заявили, что ничем помочь не могут, поэтому пришлось людям звонить в администрацию советского района и собирать подписи. Набралось около 150 согласных. Ну а пока все эти вопросы решаются, мой вам совет. Лучше пройти лишних 150-200 метров до ближайшего перехода, чем рисковать своим здоровьем. Опа! Ожидание! Реальность! В Белых Росах появились удивительные качели-не-качели. Казалось бы, прекрасный подарок для репетишек, но они, посмотрите, приварены намертво. И вот мы ломаем голову. Это такие суперсовременные скамейки, что ли, пошли? Или над людьми просто издеваются? Я почему-то больше склоняюсь ко второму варианту. Все лето простояли, никто не может отпилить. Детки не могут покачаться, родители тоже с комфортом не могут посидеть во дворе. Ну посидеть-то они, наверное, просто могут. Посидеть, да, но не покачаться. И как же тут не поиронизировать, тем более после общения с управляющей компанией. Оказывается, застройщик передал эти качели в таком состоянии, а также техпаспорт и документы, в которых написано, что это не качели вовсе, а диваны. И представляете, если их переварить, это нарушение конструкции. Вот жилищники ничего и не могут сделать. В данном случае, если разваривать эту конструкцию, первое, это приводит к потере гарантийных обязательств, это как бы однозначно. Ну и второе, я не готова брать на себя эту ответственность. Мало ли, почему это диван, может он не должен вообще качаться. То же самое мы говорим и жителям. Они нам не верят, хватит разварить это все. Ну что же, я поздравляю местных жителей вот с такими новыми памятниками, зато безопасными. Никто с них не упадет. Мы идем дальше. А сейчас сразу две хорошие новости для жителей советского района. Можете чувствовать себя в безопасности. Во-первых, потому что открылся травмпункт на Джамбульской после месячного перерыва. А во-вторых, тут появился вот этот чудо цифровой рентгенаппарат. Конечно, хочется спросить, что же он может, если стоит 12 миллионов рублей. Мы можем посмотреть картинку травматологического сегмента, травмированного сегмента сустава. Не принципиально чего. В трехмерном изображении можем посмотреть, увеличить ее, уменьшить ее. То есть это очень, во-первых, снизит какую-то дефектность, когда бывают диагностические ошибки. Непосредственно снимки будут сразу же читать врачи у себя на компьютере, на рабочем столе. Это, конечно, сократит, наверное, процентов на 50-60. Потому что наплыв пациентов бывает очень такой большой. И неотложных, и повторных пациентов. Какое-то крыло полностью уже готово после ремонта. Вот видите, обновленные покрашенные стены. Ну а где-то еще нужно все-таки косметический ремонт довести до конца. Но, тем не менее, травмпункт работает в штатном режиме.